Добрый вечер, друзья! Сегодня в главной роли художественный руководитель режиссерско-актерской лаборатории Театра Школы Драматического Искусства Игорь Ицкотт. Здравствуйте, Игорь, очень рад вас видеть. И с премьерой, но не дает вам покоя Оскар Уальд в театре премьера спектакля «Рыбак и его душа» по тексту знаменитого англичанина. Я специально сказал текст, потому что мне интересно, что это для вас? Это легенда? Это сказка? Причем не детская сказка? Или без возрастных ограничений? Главное, что она грустная сказка. Так что это? Для меня это сказка внутренняя, я определяю как метафизическую сказку, потому что она очень метафорична и касается, как бы завуалирована, замаскирована, но отношений человека, это не просто человек, это рыбак, но он и не просто рыбак, это человек искусства. Это художник, или поэт, или писатель, или артист, или музыкант, то есть тот, который имеет отношение с искусством. И вот взаимоотношение этого человека искусства и его души, вот это вот самая интересная для меня тема. Если смотреть совсем-совсем просто на ваш триптих по Уальду «Соломея», «Как важно быть серьезным» и «Рыбака его душа», то кажется, что вот последний, третий аккорд, он такой самый простой, да, пусть он минорный, но совсем просто такой трезвучий. А перед этим, говоря, опять же, музыкальным языком, это так, доминант-цепт, аккорды, сложные тексты, какие-то архаические, казалось бы, специально беру в кавычки, это слово «темы», «ироц», «ламея», непонятная салонная история. Это только кажущаяся простота вот этой третьей истории? Конечно, это кажущаяся простота, хотя какой-то импульс, благодаря которому я решил это сделать. Дело в том, что эту сказку я любил очень давно, из какой-то юности своей, и я мечтал ее сделать, и не знал, как в театре, или я думал, может быть, в радиотеатре. Был всегда под большим обаянием спектакля Васильева, портрет Дриана Грея с Бабановой в главной роли. И вот какой-то импульс такой занятий Уальдом, еще который я получил на курсе у Васильева, мы делали тогда опыты по замыслам, по диалогам Оскара Уальда, эстетическим диалогам. И, в общем, для меня вот эти эстетические диалоги, замыслы являлись самым главным камертоном, от которого я уже выстраивал вот эти более сложные проекции. Хотя на самом деле это кажущееся, что проекции эти более сложные. Возвращение к этой основе является самым сложным. И «Рыбака и его душа» – это не пьеса, это текст, сказка, где надо было решать прежде всего позицию автора. И, конечно, то, что Уальд был исключительный рассказчик, и что свои лучшие произведения он рассказал устно, и при записи они даже, как вспоминают очевидцы этих рассказов, они потеряли что-то, они потеряли то невероятное обаяние, аромат, прелесть его рассказа. Это меня очень возбуждало. Часто бывает очень сложно, потому что именно пережить все эти эмоции не на прямом ходе, что вот я переживаю эмоции, этими эмоциями я одариваю зрителей. А на обратном ходе, когда я начинаю рассказывать историю, и по мере того, как эта история заполняет пространство, она начинает действовать на актера, подобно как и на зрителя, и эмоции, которые переживаются, они становятся более изысканные, более тонкие и более натуральные на самом деле. Не то, что я зарядил вначале. То есть я вначале начинаю с более простого. Я хочу рассказать историю, я хочу поведать сказку, но то, что начинает метафоры, которые проявляются в этой повести, те трепетные взаимоотношения, например, рыбака с морской девой, который является чистым таким платоническим, холодным искусством, или с ведьмой, которая представляет из себя образ актуального искусства, горячего. И вообще самый главный конфликт этой пьесы, как я его определяю, между морем и сушей. Вот между морем и сушей надо сделать эту сказку. Поэтому мы насыщаем морской тематикой очень много, и все у нас как бы на вот этой границе, береговой границе происходит. Игорь, ну в любой сказке всегда четко очерчено, что есть добро и что есть зло. Но суша не бывает плохой, и море не бывает только хорошим. Вот что с этим у вас? Ну, на самом деле, в самом начале Уальт очень четко пишет, что злая суша и ласковое море. Потом ласковое море наполняется гневом, например. А дальше душа просит, надо бежать, бежать на сушу, нам придет конец. И поэтому, конечно, символические вот эти вот вещи, что такое суша, что такое море. И в конце концов рыбак все равно из моря выходит, потому что ему нужно найти какую-то горячую жизнь, горячую страсть. Но самым главным, конечно, является отношение художника со своей душой. Потому что там морская дева, например, говорит, чтобы ты мог бы любить меня, ты должен отказаться от своей души. Ты должен ее прогнать прочь. Как если бы она говорила, если ты хочешь быть на самом деле художником, хочешь служить искусством, то ты перестань быть человеком. То есть ты должен забыть об этом, ты должен полностью себя посвятить искусству. Я помню свои какие-то первые уроки, когда мы только пришли в театр. Вот это еще было в Саратовском театральном училище. И я думаю, до сих пор это бывает. То какая-то существует такая важная идеология, что уподобление, например, театра храму. Если вы пришли в этот храм, то вы должны служить ему. И вы должны жертвенно служить. То есть жертвовать своим даже человеческим какими-то счастьем, простыми радостями. То есть надо отказаться. Бросить на алтарь. Бросить на алтарь. И в конце концов возникают молодые люди. Да, мы хотим, мы будем отверженно служить. А дальше все равно возникает вопрос. Правильно ты это делал, что бросил все на алтарь? Или неправильно? Что случилось с твоей душой? Ведь она же осталась, она никуда не делась. Ты ее как бы бросил, она пошла странствовать, научилась дурным вещам. То есть она никуда не делась. Но за этот ущерб, за этот выбор человеку-художнику приходится платить своей жизнью. То есть ему приходится отвечать на вопросы. Как и самому Уальду. Поэтому я перешел после... Как важно быть серьезным. Мы с вами говорили на эту тему. Что я как раз вот в основе комедии, что ли, разглядел такую драматическую жизнь у Уальда. Вообще, конечно, меня поражает этот человек, эта судьба, этот художник, этот эстет. Поэтому я так и задумал сделать триптик с возвращением к замыслам, к каким-то эстетическим основам. Главным моментом является любовь. Все-таки заканчивается это благословением и именем Бога. Тот Бог, который есть любовь. И вот это вот соединение в любви всего. И души, и искусства. Вообще, это, конечно, фразивно работать с текстами Уальда, потому что он, будучи серьезным, как важно быть серьезным, при этом все время ускользает. Он удивительно парадоксален, и очень многие, даже диалоги в его пьесах парадоксальны. Да вот я помню, наверняка, вы знаете, у него статья есть одна, где заключительная, по-моему, строчка звучит так. «Пусть читатель не думает, что я полностью согласен со всем тем, что я высказал на странице раньше». Понимаете? Но я не точно цитирую. Но я думаю, что к сказке «Рыбака и его душа», как ни странно, это в меньшей степени относится, потому что в сказке автор может быть как раз предельно искренен. И пусть это завуалировано сказочными ситуациями, но на самом деле все там абсолютно правдиво, то, о чем вы говорили. И вопросы поднимаются очень главные, очень важные. Сказка, сам текст действительно удивительный у Скоруальда, потому что те открытия, которые начинаешь совершать в отношении самого текста, я не предполагал их, что это будет происходить, когда я брался за эту работу. То есть как бы задача передо мной стояла более скромная. Я взял ансамбль актеров, которые делали «Соломею», с которыми я это делал. И дальше я решил сделать, я всегда использовал как такой камертон, салонную историю, салону Скоруальда, на текстах замысла, на текстах читки я делал это. И я предложил художнику по костюмам Вадима Андреева наконец сделать салонную историю уже без проекции, которую мы строили, а саму по себе. И вот для того, чтобы доделать этого, чтобы доделать этот триптиф, поставить какую-то для себя точку. И вот эту точку поставить не удается, потому что, когда берешься за текст, он открывается совершенно какими-то невероятными гранями. Вот этот сплав на самом деле эстетизма, глубокого психологизма и в то же время иронии, переменчивости, которая никогда не останавливается на одном месте. Вот, Игорь, у вас ведь был период в жизни, когда вы чуть не ушли из профессии. И я думаю, что это был, конечно, настоящий кризис, потому что вы, безусловно, влюблены в театр. И вот тогда вам помог способ существования в театре, открытый Анатолием Александровичем Васильевым, основателем Школы драматического искусства. А вы можете сказать, в чем именно спасение этого способа существования для отчаявшихся? Мне кажется, прежде всего, он дал возможность найти источник энергии в хороших текстах. В том смысле, что он как бы сбивал такой вот момент, что в самом тексте заложена энергия, но она скрыта, как полезный какой-то ископаемый, извиняюсь, грубый пример, но она как бы скрыта, закупорена. И когда ты стремишься открыть ее, и ты получаешь такой сильный импульс для творчества, который совершенно гораздо выше, чем твой собственный, чем твоя собственная фантазия, твоя собственная ограниченность. Вот этот вот момент для меня был очень важный, потому что кризис был скорее внутреннего порядка. Внешне он никак не проявлялся, я не делал никаких шагов. Просто я был разочарован в том, что я как будто головой уперся в какой-то потолок. И как пройти дальше, я не знал. И самый лучший театр, который я представлял для себя, это не актерский, а режиссерский театр. Но мне казалось, что режиссерский театр ограничивается фантазией режиссера и его способностью фантазировать. И эти фантазии представлять зрителю. И как-то в этом смысле, когда я это понял, мне стало очень скучно, потому что для меня это был не мой театр. Я почувствовал страшную ограниченность. А у Васильева я понял, что когда мы занялись текстами Платона, Оскара Уальда, то вот этот горизонт сознания очень сильно у меня раздвинулся. Я понял, что он почти бездонный. И, в общем-то, это какой-то бездонный колодец. Надо только брать хорошие тексты. Но потом, если ты выучился работать с хорошими текстами, ты можешь их более к простым текстам перейти. И можешь даже и к себе прийти по-другому, с другой стороны, с другого конца. Тогда вот у меня как-то возникла совершенно новая радость и отношение с профессией. Вот это значит, что у Вас может в ближайшее время появиться желание отказаться от практики ставить пьесы без богатой сценической традиции, ну, такие, как «Каменный ангел» Цветаева, которая вообще не ставилась. У Вас в школе драматического искусства этот спектакль в Вашей лаборатории идет. И могут появиться вещи, которые растиражированы? Не знаю, я очень как бы избирателен в смысле режиссерского выбора. Я работаю достаточно долго, хотя я могу несколько названий параллельно начинать вести. И вот эта вот режиссерская работа, она настолько, ну, как сказать, особенная, что ли, и требует большого количества времени, что мне трудно представить себя, делающего что-то так вот растиражировано, быстро, легко. Все равно это какой-то путь, который я вижу, конечно, впереди, но он может представлять всякие такие извивы, изгибы, но все равно он открывается. Он открывается по мере того, как я иду. Поэтому я зарекаться не могу, как что получится. Но то, что я по нему буду идти, это я как-то чувствую эти силы и желания по этому пути идти. Спасибо большое. Еще раз с премьерой. Вас и Вашу команду. Спасибо. Спасибо. Игорь Ицко, художественный руководитель Режиссерской актерской лаборатории в Театре Школы драматического искусства, сегодня в главной роли. Вам низкий поклон. Обязательно увидимся. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова